Одинцовский район динамично развивающаяся территория, но зачастую облик торговых площадей, которые можно встретить повсеместно, возвращает нас в прошлое. Наружная реклама, дизайн нестанционарных торговых объектов давно устарели, вышли из моды и уже не отвечают современным требованиям. Время идет на пороге уже 2015 год. К сожалению, не только в каких-то отдаленных поселениях Одинцовского муниципального района, но и в Одинцово на многих улицах встречаются действительно и физически, морально устаревшие торговые объекты. И мы все сейчас стараемся изменить внешний облик Одинцова, сделать город наш красивым, современным. Именно поэтому главный архитектор района разработал и представил на совещании проект нового облика нестационарных торговых площадей. Старые киоски и ларьки уже в скором времени заменят новые павильоны, в оформлении которых будет обязательно учитываться специфика бизнеса. Мы хотели бы через большое количество окружающих нас павильонов торговли изменить внешний облик наших улиц. Улиц, общественных площадей, где в основном базируется торговля, потому что там основной поток. И тем самым мы будем постепенно менять качество нашей среды. На совещании были наглядно продемонстрированы удачные примеры сочетания наружной рекламы и торговых павильонов. И наоборот, нелепые решения в оформлении фасадов. Так торговый комплекс Одинцовское подворье был назван лучшим в городе по сочетанию архитектуры и наружной рекламы. Как оказалось, пять лет назад его спроектировал и построил швейцарский архитектор Сэви Альмаэстро. Цель нашей пять лет назад была такой, что от момента, когда человек входит в этот рынок, и до момента, когда он загружает на свои машины все продукты, которые покупал, это было удобно. Было удобно для покупателей, было удобно для людей, которые здесь работают, для предпринимателей. Было все чисто, было удобно найти то, что вам нужно. И это помогает как навигация, как парковка, которую мы увеличивали. Кроме того, для меня было интересно, как архитектор, что любое здание, которое мы сделаем, внутри или снаружи ее. Главное, что она, несмотря на то, что годы проходят, и она устареет физически, главное, что она не устареет мораль. Что чем больше уходит время, чем больше она не станет ценной. Мне кажется, что не на сто процентов, но на большой процент нам удалось. Кирилл Завражин по достоинству оценил работу архитектора. Примерно в этом же ключе разработана новая концепция внешнего облика нестационарных торговых объектов Одинцовского района. По дворе в данном случае хороший пример. Излюбленная тема сегодняшних дискуссий – это вывески рекламы на фасадах зданий. Здесь мы видим хороший пример, как гармонично можно вписать вывеску, которая достаточно ярко и четко показывает, что здесь находится, чем люди торгуют. При этом гармонично смотрятся на фасаде, потому что и шрифт, и подложка, они гармонично вписываются в световую гамму существующего фасада. То есть темный фон шрифта, он как раз берется из деталей этого фасада, а основной фон фасада, вот этот кремовый цвет, он как раз и является подложкой этой надписи. Все видят, все понятно, видно издалека, ночью это подсвечено, выглядит современно. На мой взгляд, это хороший пример, на что другие предприниматели должны ориентироваться. Перед главным архитектором стоит задача за короткий срок изменить облик района так, чтобы сохранить его историю, колорит и вместе с тем придать ему современный вид. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.